В 2008 году искатель приключений Марк Бамонт побил мировой рекорд, объехав на велосипеде вокруг земного шара всего за 194 дня. Теперь у него появилась еще более амбициозная мечта. Он хочет проехать на велосипеде вдоль самой длинной горной гряды на Земле, скалистых гор и Ант. Эта эпическая экспедиция на 21 тысячу километров приведет Марк от Аляски к нижней части Аргентины. Но ему этого мало. Поэтому Марк собирается сделать то, чего еще никогда не делал. Совместить велосипед с подъемом на самые высокие горы Северной и Южной Америки. Это приключение будет длиться 9 месяцев. Благодаря хриптам Америк тело и разум Марка ждут невероятные испытания. От диких животных. Мама с малышами лучше к ним не лезть. К полной изоляции. Здесь совершенно ничего нет. От ночных кошмаров. Я всегда сплю с ножом. И высоты. Это было самым страшным испытанием в моей жизни. Этот человек, который проехал на велосипеде по Америкам. На велосипеде по Америкам. Эпическое путешествие Марка начинается неподалеку от Анкориджа, Аляска. Попрощавшись с друзьями, родными в Шотландии, он знает, что пройдет целых полгода, прежде чем он снова их увидит. На своем велосипеде он везет 30 килограммов оборудования. От медицинских препаратов до камеры палатки. Все, что необходимо для выживания и заснятия его приключений. В следующие несколько месяцев я буду ехать на велосипеде вдоль этой горной гриды. До тех пор, пока не попаду на южный пик Ушуайя в Южной Аргентине. Это самая длинная горная грида в мире. Поэтому мне остается только отправиться в путь. Путешествие Марка начинается неподалеку от Анкориджа. И впервые поведет его на север. 183 километра до города Аталкитна. Неподалеку от основания самой высокой горы в Северной Америке. Я так рад снова сесть на велосипед после всех этих приготовлений. Это замечательное чувство. Я не знаю, что ждет меня за поворотом. И так будет на всем протяжении Америк следующие 8 месяцев. Или даже больше. Я весь в предвкушении. Подъем на такую высоту означает, что есть риск того, что усталость может поставить под угрозу. Все оставшуюся часть экспедиции. Поэтому Марку просто необходимо ежедневно потреблять более 6000 калорий в день. Это нелегко для человека, который обычно не ест мясо. Сейчас я не могу быть вегетарианцем. Он собирается оставить позади своего оператора, чтобы залезть на самую высокую гору в Северной Америке. Гору Маккенли. Местные называют ее Денале, что значит «великая». При высоте 6000 метров, она не такая высокая, как Эверест, но вот подъем от лагеря до вершины занимает больше времени. И из-за ее широты она является одной из самых холодных гор на Земле. Здесь ничто не выживает. Это совершенно мертвая гора. Тут нет ни людей, ни животных. Чтобы выжить в таких условиях, необходимо как следует утеплиться. Хотя я член команды, но я совершенно самодостаточен в плане того, чтобы тянуть сан или тащить на спине все необходимое оборудование. Мне нужно взять лишь еду, а воду мы сможем получить из растаявшего снега. Гарантии успеха нет. Непредсказуемая погода Маккенли означает, что лишь один человек из двух доберется до ее вершины. И сотни уже погибли, пытаясь это сделать. Конечно, в такой момент начинаешь нервничать. Я собираюсь впервые подняться на такую высоту, ничего подобного я раньше не делал. Совершенно некомфортно. Ведь я умею лишь кататься на велосипеде, а тут все иначе. Мне будет нелегко с психологической стороны. Если я потерплю неудачу, мне придется спуститься с горы, сесть на велосипед и ехать еще полгода, пока я не доберусь до следующей горы. Это требует серьезных моральных затрат. Марк присоединится к сильной команде из восьми человек, которых забросят на голую Кахильтну Глиссиару. На подъем к пику идет три недели. Мне удалось мельком взглянуть на вершину Денали. Это захватывающее зрелище. Она очень далекая и очень высокая. До того, как он доберется до вершины, Марку придется две недели тащить на себе еду и провизию от лагеря к лагерю. И здесь ему никто не поможет. Для атлета, который привык крутить педали с большой скоростью, такие условия станут серьезным испытанием. В основном мы много времени проводим, занимаясь высотным альпинизмом, что помогает телу приспособиться к холоду и высоте. И мне трудно к этому привыкнуть. Я привык участвовать в экспедиции, где ты все время находишься на пределе. А здесь я среди большого количества людей. Я даже уйти никуда не могу. Настолько велик риск упасть в расселину. Это нелегко. И мне каждый день приходится подавлять свой негативный настроек. Это очень сложно. Марк уже забрался на высоту 420 метров. Пока нам окинули весьма приветливая погода. Вот здесь начинается настоящее восхождение. До самого высокого лагеря осталось 900 метров. С этого момента стоит опасаться не только погодных условий. На такой высоте воздух становится разряженным, а это сильно увеличивает риск кислородного голодания. Я знаю, что на Макинле велик риск высотной болезни. Если не принять меры, можно запросто уметь. Я уже чувствую высоту. Это уж точно одно из самых серьезных испытаний в моей жизни. После 10 часов самой изнурительной работы в мире Марк наконец-то добрался до лагеря. Он еще никогда не поднимался на высоту 5160 метров. Какой вид! Просто потрясающе! Тут лететь 1200 метров. Мне всем восходящим так повезло. Я обернулся, видел, как с горы сорвались два камня. Но я тут же понял, что это не камни. Это были два альпиниста, которые сорвались с обрыва. Они оба погибли. Они не пережили такого падения. На такой высоте все дается с трудом. Потрясающе, насколько иной здесь воздух. Установка палатки, выкапывание ямок для закрепления тента палатки. Все это полностью вымотал у меня всего за пару минут. Воздух здесь настолько разряженный, что в это сложно поверить. Ведь мы поднялись его на 900 метров. И я слышу, как ветер треплет палатку. Спустя два дня климатизации пришла пора покорять вершину. Марк вот-вот осуществит свою мечту. Забраться на самую высокую гору Северной Америки. Я постоянно говорил себе, что мне хватит и того, что я побывал на этой горе, и мне вовсе не обязательно покорять вершину. Но я очень хочу это сделать. Это первое большое испытание в этой экспедиции по Америкам. Из-за погоды в предыдущем месяце на вершину можно было подняться всего три раза. И именно во время последнего восьмичасового восхождения внезапный шторм погубил множество тренированных альпинистов. Я постоянно жду, что погода вот-вот измерится. И нам негде будет спрятаться. Все может перемениться буквально за считанные секунды. Я уже вижу вершину. Тяжело двигаться. Настолько разряженный здесь воздух. Нам осталось всего часа два. Не сомневаюсь, что у меня все получится. Но у Гары Макинли иное мнение. На велосипеде по Америкам. Я уже вижу вершину. Тяжело двигаться. Настолько разряженный здесь воздух. Нам осталось всего часа два. Не сомневаюсь, что у меня все получится. Но у Гары Макинли иное мнение. Внезапно на команду налетает снежная буря. Несмотря на опасность, большая часть команды, включая Марка, решает добраться до вершины. Это вершина. Слишком холодно, чтобы продолжать. Потом объясню. Усиливающийся бурян дал Марку всего несколько пугающих секунд, чтобы насладиться подъемом на высоту 6000 метров. Это одно из величайших восхождений в мире. В итоге, Гара Макинли оправдала свою репутацию. Даже не знаю, что сказать. Думаю, надо воскликнуть «Ура!» Мы покорили Денале. Но я сейчас пребываю в легком шоке. Это было одно из самых страшных приключений в моей жизни. На то, чтобы спуститься вниз после трехнедельного восхождения, требуется всего три дня. Молодец, поздравляем. Чем дело? Половина седьмого утра, а ты уже проголодался. Да, я бы выпил пиво. Пиво и... Так и остальные альпинисты спокойно восстанавливают силы. Марк, который потерял целых 4,5 килограмма, должен вернуться в седло. И отправиться на дикие просторы Алярска. Следующий отрезок дерзкой экспедиции Марка приведет его от Алкитная к диким просторам Аляски. Затем последуют горы с обширной территории Канады-Юкон. Марк визжает самые отдаленные, прекрасные и нетронутые просторы на планете. Но в этой дикой природе таятся свои опасности. Я увидел первого медведя. От его близости мне стало не по себе. Я проехал в 2-3 метрах от него прежде, чем понял, что это. Это был бурый медведь, поэтому я остановился, вытащил фотоаппарат, но он странно на меня посмотрел, и я решил, что мне не стоит здесь задерживаться. Ужасный первый день в Канаде. В Иконе полно дорог, которые на многие километры покрыты гранием. По ним очень сложно идти. Каждый раз, когда мимо проезжает машина, в тебя летят камешки. Ты честно и неважно себя чувствуешь. Наступает какой-то момент, когда начинаешь плохо себя чувствовать на велосипеде. Устают ноги. Слишком медленно еду. Думаю, мне просто нужно как следует выспаться. Я остановлюсь в первом же попавшемся мне мотеле. За 130 километров мне встретился всего один маленький городок. Он называется Бухта Разрушения. Жители Бухты Разрушения живут в самом отдаленном уголке Икона. Зимой здесь целых два месяца не бывает солнца. Мы находимся в тени горы. Люди не живут на севере, если не ищут уединения. Я чувствую себя первооткрывателем. В том плане, что нахожу новые аспекты, места людей, которых раньше никогда не встречал. Ведь они живут в такой глуши. Теперь Марк въезжает в самое сердце территории Икон – Канада. В этой местности размером в два раза больше Великобритании проживают всего 30 тысяч человек. Марк привык к тому, чтобы за ним покрывать большие расстояния, но это не так-то просто в стране медведей. Я остановился, потому что там большой медведь с двумя или даже тремя медвежатами. Они бегают вдоль дороги. И я где-то в 50 метрах от них. Ближе проезжать не собираюсь. Не стоит связываться с медведицей, у которой есть медвежата. Он прикрывается проезжающим мимо машины. Получилось. Уверен, они бы не стали на меня нападать, но все равно очень страшно проезжать в метре от этих гигантских животных. Возможно, пока Марку удалось избежать нападения, но ему еще нужно как-то пережить ночь. Довольно рискованно оставаться на ночь там, где никто не услышит твои крики о помощи. Я никогда не разбивал лагерь там, где мне придется защищаться от гризли или борых медведей. А ведь здесь их целая куча. Тут медведи больше, чем людей. У меня есть несколько защит. Если мне повезет, я услышу их приближение и смогу вовремя выбежать из палатки. У меня еще тихо. Мой второй защитный механизм, на случай, если я не успею выбраться из палатки, рядом внезапно окажется медведь. Это спрей с пенцей. И моя последняя защита, я всегда сплю, положив рядом с собой нож. Я беру его с собой каждый раз, когда выезжаю на природу, где многих диких зверей. Это на крайний случай против гризли. Не думаю, что шансы на спасение велики, но лучше так, чем голыми руками. Марку осталось делать еще одно. Еда и все, что имеет запах, вроде же на щетке и крем от солнца и прочего, я кладу в мешок и вешаю на дерево. Так что, если сюда забредут медведи, надеюсь, у них не будет ассоциации с моей палаткой, которая находится на приличном расстоянии. Эти предосторожности помогли, и после спокойной ночи Марк снова отправился в путь. Пока он проехал 1800 километров, теперь въезжает в Британскую Колумбию вдоль знаменитой 2000-километровой магистрали Аляски. Это главная связующая нить между Аляской и США. Несмотря на это, Марк не боится попасть в пробку. Велосипеду нужно было отдохнуть от меня, а мне от него. Почему бы не приставить посреди дороги? Хотя я знаю, что еще полчаса здесь будет очень спокойно. Тут просто ничего нет. Аляска в нескольких неделях пути в ту сторону. США в нескольких неделях пути в эту сторону, а посередине миллиард деревьев и медведей. Осталось 17500 километров пути, и Марк начинает понимать, что это приключение будет посложнее, чем его кругосветное путешествие, побившее мировой рекорд. Мне кажется, я уже в скале стыду. Я начинаю их пересекать, а не просто качусь в одну сторону везде. Это самый большой переезд и самый высокий из всех, что я совершил, более 2000 метров. Но, кажется, мне придется подниматься еще несколько часов, прежде чем я доберусь до вершины. Чем дальше на север, тем больше людей начинают попадаться Марку на пути. Но не те, кто ему нужен. 90% всех машин на дороге — это грузовики, огромные грузовики размером с автобусом. А я, как низший сословий на трассе, постоянно вынужден уступать на дорогу. У автофургонов огромные баки с топливом. У них большой запас провизии, это значит, большинство продуктовых магазинов на трассе просто закрылись. Марку становится все тяжелее добыть себе провизию. Сейчас 10 минут 12-го, и день был так себе. Когда я добрался до места, где я планировал разбить лагерь, я понял, что набрал мало воды и еды. И на карте это место казалось мне просто замечательным. Но я не мог здесь остановиться, не мог найти воду. А следующий привал только через 80 километров. И мне пришлось ехать ночью, а за последние два часа мимо меня не проехала ни одна машина. Полчаса назад я увидел первого Гризли. Это было в 20 минут 11-го. Он просто перебежал дорогу метрах в 20-е. Я был около 20 метров ahead of me и just ran across the road. Мне не нравится ехать ночью. Страшноватка. Дикая природа Канады заставила Марка проезжать гигантские расстояния. И, наконец, он добрался до места, где над ним смилостивалась природа. Я на лесной тропинке, которая ведет к горячим источникам. Я давно мечтал сюда попасть. Мои ноги сильно устали, думаю, природные источники пойдут им на пользу. Как тепло. Уверен, это пойдет на гонопольжу. Удивлен, что здесь нет медведей. Если бы я был медведем, я бы постоянно здесь расслаблялся. Как уютно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»